Дорогие радиослушатели, сегодня мы начинаем новую серию бесед, посвященную жизни и деятельности апостола Павла. Сегодняшняя беседа основана на стихах с 3 по 6 из 3 главы послания филиппийцам. Прочитаем эти стихи. Ибо обрезание – это мы, служение Богу Духом, и хвалящееся Иисусом Христом, и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться и на плоть. И если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в седьмой день, из рода Израиля, колена Вениаминова, еврей из евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божьей, по правде законной, непорочной. Одна англичанка, верная приверженка англиканской церкви, однажды тяжело заболела и оказалась на пороге смерти. Ее пришел навестить священнослужитель, которому она сказала, «Вы так добры, что пришли ко мне, но все напрасно. Слишком поздно что-нибудь сделать для меня. Моей религией было христианство без Христа, и я должна нести ответ за последствия. Я была хорошим членом церкви и считалась доброй христианкой. Я прилежно ходила в церковь. Я щедро жертвовала. Я восхищалась христианством и старалась привнести его предписание в свою жизнь. Но мне никогда не хотелось узнать живого Спасителя, сделать веру личной или осознать, что все мои грехи прощены. А теперь уже ничего не поделать. Я имею лишь оболочку благочестия без его силы. Я погибшая грешница, погибшая навеки». Эта несчастная женщина – одна из многих, кто позволил своей душе голодать, попав в религиозную колею. Религиозная колея – это действия, отношения и последствия формализма вместо истинной веры. В такой колее вера человека определяется традицией и прошлым воспитанием. Религиозная рутина противоположна нежному и ищущему сердцу, видеть которое хочет Бог. Вот что сказано в книге пророка Иезекииля в 19 и 20 стихе 11 главы. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом». Нет, пожалуй, большей трагедии, чем душа, погубленная религиозной привычкой. Еще один пример этой трагедии – Саввл Тарсянин. В молодости его жизнь катилась по накатанной религиозной колее. Его поступки, убеждения и слова – все подчинялось формальному традиционализму, который не допускал никакой жизни в веру и практику. То, что происходило с Саввлом, является распространенной трагедией и сегодня. Изучите жизнь Саввла и посмотрите, не разрушает ли религиозная колея и вашу веру. На примере жизни Саввла мы можем увидеть, как образуется религиозная колея и как она ведет к духовной гибели. Рассмотрим следующие краткие сведения о детстве Саввла и его религиозном воспитании. Из писаний апостолов можно извлечь некоторую информацию, помогающую представить себе зарождение религиозной привычки в его жизни. В послании филиппийцам 3 главе 5 стихе говорится о его родителях. Это вся имеющаяся в нашем распоряжении информация о родителях, от которых появился на свет Саввл Тарсянин. Но и этого достаточно. Он родился в семье фарисея и поэтому получил образование в самой консервативной школе иудаизма. То, что отцом Саввла был фарисей, означало, что он каждый день видел перед собой в качестве образца человека с широкими филактериями, скурпулезно и точно соблюдающего закон. Совершенно очевидно, что семья Саввла содержалась в глубокой строгости. Посмотрим, что сказано во втором послании Тимофею 1 главе 3 стихе. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о Тебе в молитвах моих днем и ночью». Все вместе воспитание в детстве, влияние и пример родителей сделала Саввла ревнителем закона и ветхозаветных обрядов, как мы с вами прочли в 6 стихе 3 главы послания филиппийцам. Его гордость этой наследственной верой очевидна. Второе Коринфянам 11, 22 говорит. «Они евреи? И я. Израильтяне? И я. Семя Авраамова? И я». Прочитаем Деяние 23 главу стих 6. «Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе, «Мужи-братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят». В Деяниях апостолов 23 главе 16 стихе и Послании к римлянам 16 главе 7, 11 и 21 стихах мы находим ссылки на родственников Саввла. Семейная гордость наследственной верой поколебалась, когда некоторые из них приняли веру во Христа. В то время как они отвергли догматы иудаизма, другие в семье стали преследовать новый путь, с еще большим упорством цеплялись за иудаизм. Несомненно, юный Саввл, ревностный к религии своих дедов и отцов, с энтузиазмом участвовал в семейных судах над всеми родственниками, которые отвернулись от прежних семейных верований. Другой элемент раннего детства Саввла, который должен был повлиять на его более поздние годы, было его римское гражданство, о котором мы узнаем из 22 главы Деяний 28 стиха. Тысяченачальник отвечал «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел же сказал «А я и родился в нем». Этот престижный статус он обрел благодаря гражданским правам своих родителей. Римское гражданство давало Саввлу почет, славу и достаток. Воспитание Саввла в детстве, наверное, следовало обычной практике воспитания любого иудейского юноши. В пять лет он начал изучать Писание, в десять он тщательно изучал сборник традиционных иудейских законов Мишну, а в тринадцать стал субъектом закона. Где-то между десятью и тринадцатью Саввл был отправлен в Иерусалим для более серьезного и систематического обучения у ног Гамалиила. Об этом мы читаем в Деяниях 22 главе 3 стихе. Под руководством Гамалиила Саввл приобрел вкус к неукоснительному соблюдению закона и бдительному отношению к нему. Деяние 26 глава стих 5. Школьные годы он провел как ревностный и многообещающий ученик. В послании к Галатам 1.14 он пишет «И преуспевал в иудействе более многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Все эти элементы детства Саввла, соединившись вместе, постепенно сделали из него страстного последователя раввинов. Годы учебы, горячность религиозного энтузиазма и высокомерное самодовольство фарисейских традиций развились и достигли совершенства в жизни Саввла. Когда дерзновенный голос осмелился обличить религиозную колею в вере Саввла и призвать к честной оценке своего сердца, колея повела его к участию в немыслимом событии, убийству обличителя этих несообразностей. Мы читаем об этом в Деяниях в 8 главе с 51 по 53 стихи. После убийства Стефана Саввлом овладела неистовая и неуправляемая ярость, которая подвигла его начать гонение на Господний народ. В Деяниях в 8 главе 1 стихе мы читаем, «Саввл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Огонь рвения, вспыхнувший в Савве, толкал его на уничтожение нового пути, который представлял угрозу его религиозным устоям». В 3 стихе Деяния 8 главы читаем, «А Саввл терзал церковь, входя в домы, и влача мужчин и женщин отдавал в темницу». В 26 главе Саввл, или апостол Павел, сам о себе говорит так в 9 и 10 стихах, «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назорея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и, когда убивали их, я подавал на то голос». Его постыдное рвение быстро распространялось. В Деяниях 9 глава 13 стих читаем, «Анания отвечал, «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме». Таков трагический рассказ о том, кого погубила колея. Присмотревшись к юным годам Саввла, мы можем выделить следующие факторы, помогающие формулировать, что входит понятие этой губительной религиозной колеи. Во-первых, искреннее рвение при отсутствии знания. В первом послании Тимофея 1.13 читаем, «Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии», — пишет о себе Павел. Также прочитаем Деяния 26 глава 4 и 5 стихи. «Жизнь моя от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, по строжайшему в нашем вероисповедании учению». Саввл действительно думал, что поступает правильно, но его искренность была чудовищно невежественна и фактически заставляла его противиться Богу. Вспомним слова, сказанные Иисусом Христом в 7 главе Евангелия от Матфея с 21 по 23 стихи. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Второй фактор этой религиозной колеи состоял в том, что Саввел имел косность и слепую приверженность. В Деяниях 7 глава, 51 стих, в своей речи Стефан обличал эти качества, и мы читаем с 51 стиха 7 главы Деяний. Также прочитаем 26 главу книги Деяний, 14 стих. «Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке, «Саввел, Саввел, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Разум Саввела был настолько невосприимчив, что он не мог рассудительно относиться к Божьей истине. Его упрямство сделало его неспособным думать самостоятельно. Его мысли контролировались накатанной дорожкой его традиционной религии. В-третьих, греховная гордость была одним из факторов. В послании к Галатам в 1 главе 10 стихе читаем «У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым», — пишет о себе Павел. Он не допускал тогда мысли, что может быть неправ. Его гордость иудаизмом мешала ему честно исследовать истину Евангелия Христа. В-четвертых, мы находим в нем воспитание в детстве, которое тоже оказало на него влияние. В 5 стихе 26 главы «Деяний апостолов» Павел пишет о себе. «Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению». Его жизнь проходила в иудейской религиозной среде. Родители и большинство родственников исповедовали иудаизм, к чему побуждали и его. Если бы он выскочил из колеи семейной веры, то это было бы предательством своей семьи. Вот эти четыре фактора вместе и сформировали колею в религии Саввла. Традиции, прошлой истории семьи, эмоциональным привязанностям и так далее он позволял направлять свою веру. Верой руководила религиозная привычка. Губительность религиозной привычки проявляется в том, что она препятствует повиновению Божьей истине. Саввл был погибшим грешником, потому что не повиновался Евангелию. Саввл был погибшим грешником, потому что свое спасение основывал на унаследованной вере, испорченной традиционализмом. Посмотрите, что препятствовало спасению в жизни Саввла. Практика иудаизма глубоко укоренилась в его жизни и все полностью подчинила себе. Мы уже с вами читали этот пятый стих из третьей главы послания филиппийцам. Саввл был воспитан в заблуждении и верил, что это заблуждение и есть истина. Любое учение, противоречащее тому, в котором он был наставлен в молодые годы, немедленно отвергалось. Серьезную проблему представляло негативное отношение его семьи к его повиновению Евангелию. В послании к Галатам 1 главе 14 стихе читаем «И преуспевал в иудействе более многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Во 2 Коринфянам 11 главе 22 стихе написано «Они евреи и я, израильтяне и я, семя Авраамова и я». Отвергая иудаизм, таким образом Саввел отвергал свою семью. Предубеждение в его сердце вело к снобизму в религиозных вопросах. Саввел не желал и думать о других учениях. Он немедленно осуждал другие пути, даже не потрудившись исследовать и осмыслить их. Гордость не позволяла ему признаться себе, что он совершил ошибку в религии. Мы с вами об этом читали в послании к Галатам 1 глава 10 стих. Можете себе представить, как постарался сатана, чтобы этому ревностному фарисею было невыразимо трудно произнести «я ошибаюсь» в религиозных вопросах. Заметьте, что та же самая колея, которая сделала Саввла погибшим грешникам, и сегодня продолжает мешать многим повиноваться Божьей воле. Многие отказываются повиноваться Богу, потому что иначе воспитаны. Другие отказываются повиноваться, потому что думают, что так они отвергают свои семьи. Иные отказываются повиноваться из-за религиозного предубеждения. Они не хотят даже думать, что их путь не согласуется с Божьим путем. Многим гордость не позволяет признаться «все эти годы я был неправ в отношении Божьего слова». Жизнь Саввла показывает, что и в нашей жизни существует опасность религиозной привычки. Саввл предупреждает нас, чтобы мы бдительно относились к этой губительной колее и были готовы выскочить из нее, прежде чем пришла беда. В послании филиппийцам в 3 главе с 8 по 11 стихи читаем, «Да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Итак, каким образом освободиться от религиозной колеи? Во-первых, давайте избегать так называемой унаследованной веры, которая принимается без честного изучения Библии. Вот что говорит Писание о необходимости этого изучения. В Деяниях апостолов в 17 главе 11 стихе написано, «Здешние были благомысленнее фессалоникских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Во втором послании Тимофею во 2 главе 15 стихе сказано, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Во втором послании Петра в 3 главе находим такие слова, «Итак, возлюбленные, ожидая сего, подчтитесь явиться перед ним неоскверненными и непорочными в мире, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». Второе, что необходимо сделать, чтобы освободиться от религиозной колеи, давайте не будем строить нашу веру на чувства, которые пытаются оправдать грех и извинить религиозную привычку в нашей жизни. Сатана хочет внушить нам мысль, что нет ничего плохого в том, чтобы люди шли разными путями. Он обманывает миллионы, заставляя их думать, что катиться по религиозной колее вовсе не опасно. Но во втором послании фессалоникийцам, во второй главе, в одиннадцатом и двенадцатом стихе, мы находим такие слова. «И за сие пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». В-третьих, давайте избегать гордой надменности, которая отказывается признавать Божью волю. Да будут все достаточно смиренны, чтобы признать, что мы можем ошибаться в религиозных вопросах. Если мы не будем придерживаться последовательного толкования Божьего Слова, согласующего одно с другим, мы непременно попадем в ту или иную религиозную колею. В-четвертых, давайте избегать безразличия и апатии в отношении наших религиозных верований. На самом деле имело значение, во что верил Савл. На самом деле имело значение, что делал Савл. Если он не мог избежать наказания за то, что не исполнял в точности то, что заповедано в Божьем Слове, то не избежим его и мы с вами. В книге Иисуса Новина, в первой главе, в седьмом и восьмом стихе, мы находим следующее. «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». В-пятых, давайте избегать ослепляющего рвения, которым управляет неведение. Христиан должны узнавать по их рвению, но это рвение должно контролироваться знанием Божьих повелений. Посмотрим, что сказано в книге Экклесиаста, 9 глава стих 10. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». В послании к Галатам 4, 18 читаем «Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас». Многие церкви напоминают теплицы, а их члены — цветок в цветочном горшке. Его туда посадили, и он не может из него выбраться. Рядом воткнуты палочки, чтобы придать ему определенное положение, и каждая веточка, которая пытается вытянуться за пределы допустимого, тут же отсекается, чтобы цветок имел идеальную форму. Члены многих церквей — как герань, которую готовят на выставку, подвязанная с подрезанными корнями, веточками и стеблем. Тысячи в церквах сидят каждый в своем ряду и поглощают все, чем их питают, приобретая такую форму, которую им предписали те, кто отвечает за их рост. Они поставлены в такие рамки, что не имеют права голоса в определении, какую форму должны принять их души. Они ограничены религиозной колеей. О величайшей трагедии религиозной привычки говорит Исайя в 1 главе с 11 по 15 стихи. «К чему мне множество жертв ваших, — говорит Господь, — я присыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и кровительцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите, чтобы предстать перед лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно мне. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззакония и празднования. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня. Мне тяжело нести их, и когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу руки ваши полны крови. О подобном же писал псалмопевец в 49-м псалме с 8-го стиха. «Не за жертвы твои я буду укорять тебя, всесожжения твои всегда передо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козла из даров твоих, ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор, знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мной. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее, ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов, принеси в жертву Богу хвалу, и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Эта трагедия может прийти ко всем, если они не проявят старания. В Евангелии от Матфея в 15 главе в 8 и 9 стихе читаем «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». Зная эти факты, давайте следить за тем, чтобы мы, как та несчастная женщина из начала нашей беседы, не погубили себя религиозной колеей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok